Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Сегодня мы находимся в самом фешенебельном пригороде Орландо, который называется Винтер Парк. Мы здесь еще не были, это наш первый проект в этом городе, и я очень счастлива представить вам тур по этому дому. Но до этого тура я хотела бы вкратце рассказать об этом городе, потому что это заслуживает особого внимания. Винтер Парк, опять-таки, как я сказала, самый фешенебельный город в районах Орландо, в пригородах. И основан этот город был аж в 19 веке, в 1887 году. Когда он был основан, он изначально был предназначен для очень-очень богатых людей, семей с севера этой страны, которые покупали здесь дома и приезжали сюда на зимнее время года. Проводили здесь зиму и обратно уезжали к себе на север. Но сейчас здесь покупаются дома людьми, которые живут круглый год, и дети ходят в местные школы. Школы, кстати, здесь все самого высокого рейтинга. Также здесь находится Роландс Колледж, очень знаменитый колледж. И не так далеко от этого города, где-то мили в десяти, находится университет Центральной Флориды, UCF. То есть этот город истории, культуры, образования и стиль жизни. Давайте посмотрим, опять-таки, излюбленный мой застройщик. Это Dakota Construction Group. Мне безумно нравятся его проекты. Как я сказала, город исторически старый, город, да, исторически старый. Рядом с Даунтауном находится? Рядом с Даунтауном, он буквально находится рядом с Централ Парком. В Даунтауне есть, кто знает, кто живет в этой эре, они знают, что куча ресторанов, бурме ресторанов. Это итальянские, турецкая кухня. Движуха здесь по полной. Движуха. Здесь движуха. Сюда приезжают люди со всех районов Орландо вечерами или на выходные, чтобы погулять по этим старым мощеным улицам. Покажи, пожалуйста, вот, к примеру. Видишь, это кирпичиков, мощеные улочки здесь. Чтобы прогуляться по этим улочкам, посидеть в Центральном парке на скамеечке, послушать живую музыку. Здесь очень много картинок, галерей, опять-таки ресторанов очень много. Здесь проходит очень много фестивалей, выставок, показы мод. И, ну, просто жизнь здесь просто кипит кипятком. К чему мы это все говорим? Ну, мы здесь говорим, что так как этот город очень старый, здесь земли не найти. Просто земли здесь не найти, ее уже нет. Что происходит? Сносится старый дом, покупается старый дом, он сносится и строятся новые проекты. Вот, к примеру, опять такой проект, когда был куплен дом и построен совершенно новый, современного стиля. От моего, опять-таки, любимого застройщика. Я прям не могу дождаться, чтобы вы его увидели внутри, но до этого я хотела быстро вам сказать по цифрам. Значит, дом, 4 спальни, 3,5 ванных. Там идут работы еще заканчиваются. Да, там, кстати, вы не удивляйтесь, это Чарльз, он специалист по стенам. То есть он там выравнивает кое-что, ну, поправляет. То есть дом он выставили на продажу, но они еще доделывают какие-то мелочи. Значит, 4 спальни, 3,5 ванных. Цена дома 887 тысяч. Размер дома 2472 квадратных фут, что значит 230 квадратных метров. То есть дом, он средний, это небольшой дом. Земля здесь безумно дорогая. И я вам хочу сказать, что 887 тысяч за дом в этом месторасположении. Это хорошее. Я, честно говоря, была удивлена, когда это увидела. В общем, здесь сам лот по себе дорого стоит. Сам лот по себе очень дорого стоит. То есть дом далеко не переоценен. И, скорее всего, когда придет апрейзил, оценщик недвижимости, я уже замечала за этим строителем, он никогда не переоценивает дома. И оценка его недвижимости даже выходит выше запрашиваемой цены за дом. Это у него случается постоянно. Я уже была свидетелем. Вот, значит, по поводу налогов я хотела сказать, что по налогам пока еще непонятно, потому что здесь стоит 2700, но это был старый лот. Там дом только что построен, и новые налоги будут рассчитаны только в следующем году. Ну, приблизительно это будет около 10 тысяч. Самое главное, здесь нет Эчуей. Опять-таки. Как всегда. Да, как всегда. Он всегда покупает лоты там, где нет Эчуей. И в этом есть прелесть тоже своя дома. Ну, давайте тогда пройдем и посмотрим, что же нас там ожидает, какие интересные дизайн-проекты. Рекомендую заглянуть на интересный канал наших земляков. Ребята переехали в Колорадо два года назад, начали путешествовать и решили делиться своими путешествиями и интересными рассказами или местными байками. Они посетили уже много мест, как в Колорадо, так и за его пределами. Конечно же, они побывали в популярных у туристов местах и стали искать скрытые жемчужины, неразрекламированные, но очень красивые и необычные. На этом они останавливаться не собираются, и еще много планов впереди. Рассказывают немного о своей жизни, а также о том, что их удивляет в американской школе и как у детей получается адаптироваться к новой жизни. Так что стоит не только посмотреть, куда они уже съездили, но и подписаться на канал «Горы за окном», чтобы увидеть новые интересные и необычные места. Ссылка в описании. Очень интересно. Давайте даже снаружи я вижу, значит, опять-таки болгарин кузнец, да, наверняка сделал. Да, да, конечно, конечно. Без него здесь не обошлось. Здесь, естественно, работают те же самые дизайнеры, тот же самый кузнец. Все исполнения, они будут отличаться от предыдущих домов, то есть они практически не повторяются. Может быть, какие-то детали, там, гранитная поверхность может быть повторится, но, в общем, все разное. Посмотрите, какая интересная дверь. Причем отсюда не видно внутрь. Это вроде стекло, да, но внутри ничего не видно. Классно. Это такое яркое пятно, это сейчас такой тренд, чтобы выделять дверь. На фоне всего дома. Кстати, такое, я не знаю, это оливка, не оливка? Да, это светлее, чем оливковый. Да, немножко это светлее, чем оливковый. Естественно, дома у этого застройщика уже идут на продажу с Ring Doorbell, это видеозвонок, и с security-системой. То есть у него это уже все установлено, дома на системе. Только новому хозяину придется переподключить на его имя. Так, заходим здесь. Так, давайте сразу обратим внимание. Здесь сразу же, это половинка называется, да, ванной здесь нет, здесь туалет и раковина. Очень удобно, да, для гостей сразу же. Сразу совхода. Welcome. Кто-то долго сюда ехал, значит, совхода. Смотри, как интересно, исполнены полы. Ага, половинка такая, половинка такая. Это как беленый дуб, а это не беленый дуб. Сейчас выдумщики такие. Я не знаю, выдумщики. Так, на второй этаж мы пройдем попозже. А винная? Здесь винная комната, посмотрите, как она. Опять же, кузнец у нас молодец. Посмотрите, что выдумывает. И вот тоже. Даже смотри, да, вот здесь, посмотрите, бутылок. Да, 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 вот для вина. Вот тут все наглядно. Опять же, например, ну холодильник остается, да, а вот это все, утварь, это просто для красоты. То есть это от стейджинговой компании, это уберется. Да, это стейджинг, я не совсем поняла ход твоих мыслей. Он у меня такой витиватый. Мебель, естественно, не остается. Это было временно поставлено, чтобы показать покупателям предназначение комнат. В общем, обеденная зона. Хорошая. А посмотрите, люстра. Люстра остается, правильно? Да, люстра остается. Весь свет остается. Конечно, весь свет остается. Это столовая зона, это кухня. Так, кухня, вот она кухня. Хорошая кухня. Честно говоря, я заметила, что кухня, как бы весь дом, он выполнен в более современном, как бы более модерновом, так сказать, стиле. То есть у этого застройщика все дома современного стиля. Есть разница, модерн и современный, да? Но этот дом, он выполнен, если другие были более как современно-классический такой, да? То это более модерн. Кстати, ну, такая ремарочка, нам просто писали, модерн в Америке и русский стиль модерн, это разные вещи. Так что, да, модерн, это вообще другой стиль. Я вот, может быть, вставлю, что такое модерн в русском варианте и модерн. Модерн, вот это то, что вы видите сейчас. Да, модерн, модерн. Вообще называется contemporary style, да? То есть я пыталась перевести... Что-то такое современное, в общем, если на русский язык перевести. Contemporary это и есть модерн. Честно говоря, я не знаю разницы сильно. Да, мы такие же специалисты в стиле, как и по камню, который мы сейчас вам покажем. Вы представляете, как они красиво сделали? Мы сошлись на том, что это, конечно, не монолит. И, конечно, опять-таки, гранит выполнен в стиле, как кожа, да, он чувствуется... Да-да-да, рифлёный сейчас покажу. Да, рифлёность эта чувствуется, может быть, не будет заметно. Называется leather skin. Leather skin granite countertop, да. Только у такого застройщика мы видим. Я только у него пока что видела, действительно. Сколько домов я вижу каждый день, как риэлтор, но пока у этого застройщика я вижу такой гранит. Возможно, какие-то другие застройщики тоже сейчас используют. Но я пока что ещё не видела. Вот они прям взяли вот так вот, посмотрите, всё кастом, они взяли, вырезали вот здесь под посудомойку и под шкафчики. Короче, это всё кастом. Да, обратите внимание, опять-таки, GE Cafe у них бытовая техника. Это профессиональная, да? Полупрофессиональная, да, скажем. Но это очень хорошего качества техника. Ну да, да, сразу видно. Здесь микроволновка, которая, кстати, может работать как духовка. Духовка? А, и такая ещё. Да, и так же есть духовка. Духовка. Газ, натуральный газ. На шесть комфорок плита. Да, огромная. Опять-таки, посмотри, как они сделали исполнение стены и вытяжки. То есть, опять-таки, наш любимый... Ну, это чисто... Да? Я его очень хочу увидеть, как кузница. Болгарина до этого. Нужно, нужно. Ну, слушай, ну, они так всё в стиль продумали, да? То есть, и вытяжка, и в таком же стиле они продолжили фартук. Интересно. И цвет кухни мне нравится. Мне, ну, такой он не белый, да? Очень необычный, да. Но светлый. Это молочный такой. И немного рифлёный. Угу. Поверхность такая. Фасад, да, фасад рифлёный, то есть негладкий. Очень интересное исполнение кухни. Опять-таки, холодильник, который реально, они варят кофе. Я знаю, я уже пробовала. Да, это не то, что вы думаете, айсмейкер. Нет. Вот, фирма кофейная, она варит кофе. Тоже, только у него, нигде больше не видела, у этого состройщика. Так, здесь у нас гостиная. Она уютная. На самом деле, дом сам небольшой. Опять-таки, лот. Лот большой купить в этом районе. Ну, тогда дом будет стоить свыше двух миллионов долларов, да? Да. То есть, насколько застройщик мог поставить такого размера дом на таком лоте, в таком месте, это, ну, реальное просто... Профессионализм. Профессионализм, да. Вот, значит, даже гостиная, она достаточно свободная. Угу. Всё это открытая планировка. Мне прям так нравится, вот честно, как здесь всё расположено, вот что в этой стороне кухня, как-то, опять же, по фэн-шую, вот для меня лично так уютненько, она небольшая, но очень грамотно распланирована. И вот здесь вот... Ну, хотя она небольшая, смотри, сколько... Вообще небольшая. Кабинетов, да? То есть, здесь можно, опять-таки, они высокие, пусть в этом проекте они не до потолка, в принципе, особо и не нужны. Ну, да-да-да. Посмотри, сколько можно туда внестить, они очень глубокие, то есть туда можно вообще меня положить. Да вы что вообще, тут всё, что хочешь, влезет. И мне просто как хозяйки, да, вот тут вот ты готовишь, да, да, или, в принципе, даже и ешь иногда, и можешь смотреть телевизор, удобно с этого ракурса, потому что мне не нравится, когда кухни очень отделены, и ты не можешь, как бы, видеть... Чувствуешь себя рабом из зала, да-да-да, не говори, ага. А здесь всё это, да, семья может... То есть ты можешь готовить семья, можешь там включить какой-то сериал, да, вместе можете смотреть, в то же время приготовить еду, общаться, то есть, действительно, это открытая планировка, мне очень нравится. Да, и получается, грубо говоря, может быть, даже не грубо, что здесь квадрат, да, можно прочертить на полу, что вот эта вот площадь квадратная, очень, мне кажется, удобная, чем, знаешь, чем какой-то пенал. А, ну да, да. Давай посмотрим здесь быстро на две машины гараж ещё чистый. Чистенький, краска, и всё. Ну, на две машины хорошие. А там что? А там, скорее всего, выход, я, честно говоря, там... Во двор, может быть, даже, да? Да, во дворик, скорее всего, выход, ну... Ага, во дворик выход. Да, во дворик, там, с забором мы обойдём потом. Посмотрим потом. Здесь и потолки хорошие даже. Даже в гараже высокие потолки. И здесь тоже. Хорошие потолки. Не супер-пупер высокие. Не его всегда высокие, но... Достаточно высокие. Достаточно. Прямо то, что он не надо. Это мастер... Хозяйская... Хозяйская спальня. Мастер бедрум? Мастер бедрум. Ну, я хотела по-русски сказать. Путаешься. Хорошая. Хозяйская спальня. Тоже, вот, ну, не супер большая. Да, мы видели, конечно, может быть, и больше, но она хорошая. Хороший размер. Ну, если бы дом был 3,5 тысячи квадратных фейд, тогда бы и комнаты были, ну, определенного размера. Естественно, я считаю, что планировка очень разумная в этом доме. Очень грамотная. Очень грамотная. Давайте пойдём посмотрим в мастер басрум. А по-русски хозяйская ванная. Так. Две раковины. Красиво. У них всегда до потолка зеркало идёт, посмотрите. Это очень классно смотрится. И опять-таки исполнение... Полы какие классные. Слушай, это мрамор, мне кажется, да, мраморный? Шикарные. Вот отдельно туалет. А ванна какая, посмотрите. Вот это их дизайнерская фишка, так сказать, естественная, душевая и ванная. У них много фишек дизайнерских, правда ли? Ну, всегда вместе у них, как бы, совмещенная ванная и закрыто это всё стеклом. Класс. Окно, конечно же, придётся зашторить, но это всегда остаётся на выбор... Хозяева. Да, стиле, цвет покупателя. То есть, жалюзи на окна не... застройщик не представляет. Понятно. Обычно. А вот смотрите, как это называется, когда лейка... Гарден шауэр, я не знаю, садовый душ у нас называют, если перевести, как бы... И вот такой обычный душ есть. Посмотри, какая плитка на стене, как она... Да, это вообще что-то такое очень интересное. Что это такое? Это плитка. Это не пластик, как можно подумать, это плитка. Представляете? Смотри, какая она интересная. Я такую не видела ни разу. Не плоская. И всё так сочетается в цветах, я имею в виду. В общем, дизайнеры молодцы. Что я могу сказать? И ванная красивая такая. Современная. Современная. Опять-таки, две гардеробных. А, вот ещё опять же это трюмо, да? Да. Наша любимая. Тюмо любимая. А здесь вот, посмотри, здесь ряд латинчиков. А, я думала, это что-то такая подсобочка. А вот здесь, кстати, интересно, первый раз я вижу, действительно подсобочка. Посмотри, сейчас свет включу. Вау, это вход в Нарнию. Детям прятаться, слушай, классно так. Ага, в хозяйской спальне. Ну да, знаешь, для утвари, для пылесосов, всяких разных таких дел. На самом деле, возможно, я не знаю, кто хранит пылесосы в хозяйской спальне, но возможно также использовать для зимних вещей. То есть у нас всё равно есть какой-то сезон, мы какие-то курточки носим, и нужно помещение, где мы можем их складировать, складировать на лето. И наоборот. Я думаю, что мы по первому этажу прошли. Знаешь, единственное, что я здесь не обнаружила кладовочку кухонную, пейнтри. Пейнтри? Пейнтри. 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 А, господи, хотела в винную войти вот рядышком. Так, что у нас на полах, ты говоришь? Это... Это дерево. Дерево. Натюрлих. Опять же, обратите внимание на перила. Всё хендмейт. Кастоммейт. Смотри на эту стенку. Да, тоже всё повторяется в едином стиле. Так, куда проходим? Так, здесь у нас второй этаж, он не огромный, опять-таки, площадь дома не позволяет очень сильно как бы разбежаться. И сделать большую площадь на втором этаже. Но я думаю, что они очень разумно распределили. Здесь одна спальня гостевая, детская. Или же офис, как хотите. Да, они сделали пока офис. Для показов его как офис. Да, но в принципе, так как здесь есть гардеробная, то это, естественно, считается спальней, а не просто офисом. Вот, пожалуйста, есть гардеробная. Окна со всех сторон. И ванная, полная ванная. Ванная. О, хорошая. Слушай, как интересно, из дерева. Как будто бы, да? А что это такое? Знаешь, это дерево, мне кажется. Я его уже потрогала. Но я уверена, что оно обработано как вода. Слушай, нет. Это не дерево? Поддержу. Нет, это плитка. Да ты что? Да. Это плитка, плитка. Ага. Я его трогала. Она теплая? Ну, так вот. Не-не-не, я точно говорю. Да? Потрогай. Не. Вот так поскреби. Это плитка. Классная прям. Я в первый раз такое вижу. Что только не придумают. На полах как будто бы камешки. Здесь тоже плиточка интересно выложена. Гранитная поверхность здесь обработана также. С эффектом кожи. Угу. Вот, посмотрите. Красиво. Здесь совсем небольшая такая, это, можно сказать, не бонусная комната. Это бонусный уголочек такой имеется, да? Интересно. Вот, а это постирочная, как это правильно, прачечная, да? Прачечная. Если я поп... Ландрирум прачечная. Мы образовательный канал. Так, тоже. Слушай, у них мебель вот эта, да? Я имею в виду фасады такие же, вот как на кухне, так и здесь. Все в такое, все в одном стиле. Ну, опять-таки, сушильные, стиральные машины не предлагаются. Нифига себе, да? Просто в прачечную такие классные полы положили. Это тоже плитка. Обалдеть. Да, слушай, мне тоже нравится этот застройщик. Ну, что-то все такое необычное, понимаешь? Он все делает с душой. Все вот прям с ним, когда разговариваешь, лично с ним, когда разговариваешь по его проектам, он гордится каждым своим проектом, как будто он для себя его строит. Да, да, это его. Очень гордится. Он не просто строит, чтобы его продать. Он, мне кажется, даже выбирает покупателей сам. Для детей, для своих, да? Ну, я имею в виду, что у меня такое впечатление сложилось, когда мы с ним достаточно как бы часто пересекаемся, общаемся в последнее время. И у меня такое впечатление, что он даже не каждому этот дом продаст. Если не понравится, да? Да, да. Так, на полах здесь тоже дерево. Здесь у нас гардеробная. Это детская еще одна, да? Вторую спальню мы смотрим. Здесь получается Jack and Jill, да? А, а, то есть... Мы называем Jack and Jill, это когда две спальни делят одну ванную комнату. Ванную комнату. Вот так, сейчас мы покажем ванную комнату. Да, это уже чисто, можно сказать, детская. О, зато же две раковины, представляете? Удобно. И вот тоже, смотрите, хорошо. Отдельно здесь закрывается туалет и душевая. Смотри, как интересно. В зеркале окно все-таки вырезали. Классно. Чтобы не темно было. Да, вот. Да, вот. Интересное исполнение, да. Я даже не увидела так, как будто бы продолжение, да, зеркало. Классно. Так, значит, вот. Здесь почему не оборудована? Обычно стейджинговая компания, она не оборудует в спальне. Ну, не все спальни, но, по крайней мере, одна спальня здесь только, без мебели не стейчет. Так, все, да? А вот это куда у нас выход? Посмотрим. Или вход? А, вот здесь это кондиционер. Центральное кондиционирование. Вот, видите, вот, видите. Вот. На потолке. Так, здесь мы все посмотрели. Спускаемся вниз. И выйдем на бэкьярд, если это так можно назвать. Да? Нам, конечно... Да, бэкьярд, он небольшой. Будут говорить сейчас. Опять-таки, земля в этом городе, она безумно дорогая. То есть, если бы бэкьярд был больше, чем этот, то дом был более двух миллионов. Конечно. Так, что тут у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, а вы идете в комплекте с домом? Ты тоже со стейджинговой компанией? Хорошо. Ну вот, в общем-то, смотрите, это вот весь бэкьярд. Здесь можно посадить деревья цветущие, так, чтобы вообще не было видно забора. Например, мне так нравится. Вот. Ну, в общем-то, сильно тут не разгуляешься. Ну вот, по мне, вот, он не нужен, этот бэкьярд для меня, потому что я знаю, что я не буду копаться в саду и этим заниматься. Но не люблю я это. Ну и также само месторасположение, как бы, этого дома, близость к парк-авеню, знаменитой улице, да, Центральному парку, здесь в основном люди... Бизи. Не то чтобы бизи, но они выходят куда-то, они гуляют. То есть для того, чтобы сделать барбекю, этого ярда достаточно. Конечно. Посмотрите. А для того, чтобы... Посидишь даже в большой компании. Где-то погулять можно погулять и по парк-авеню. Не говори. Месторасположение, конечно, очень классно этого дома. Здесь можно и лежаки поставить, в принципе, по желанию. Бассейн здесь точно уже не выраешь, но как бы он здесь не предполагается. Можно, знаешь, что поставить? Хаттап. Да. Либо. Такой маленький спа, да? Ну, как... Да, я не знаю, как перевести. Как это по-русски? Не знаю, как перевести. Ага, джакузи. По-русски это джакузи. Ну, в общем-то, с туром понятно. По аренде, например. По аренде, вы знаете, сложно сказать, потому что такие дома здесь не сдаются. У меня был клиент, который искал аренду, что-то похожего, по новее дом в этой эре. Он искал в интерпарке, бюджет его был 7 тысяч долларов, но не за 7, а за 8. Полгода он искал, так ничего не нашел и купил. В конце концов. То есть, я уверена, что за 8 тысяч долларов этот бы дом ушел вот завтра, если бы его сдать в аренду. Но я даже не могу представить, кто может купить такой дом и сразу его сдать в аренду. Да, жалко. Конечно, жалко. Новый. По поводу кредита на этот дом, опять-таки, сложно сказать, потому что такая цена, 887, да, это будет определенный, это не будет стандартный, да, conventional loan, потому что conventional loan дается до 540 тысяч. То есть, в этом случае можно получить conventional loan, остальное доложить наличкой или получить два кредита. Это уже будет как бы индивидуально рассмотрено специалистом по кредитам, который сможет правильно подобрать программу и подсказать, как лучше приобрести за кредит этот дом. Что делают, что делали мои клиенты за такую сумму, они просто докладывали. Они брали loan на 540 тысяч, conventional, а остальное они наличкой докладывали, да. Так вот, выкручиваются все как могут. Выкручиваются. Будем прощаться. Будем прощаться. Есть вопросы, пишите. Если есть вопросы, пишите. Мы очень рады вам показывать такие интересные проекты. Ну, я, честно говоря, подозреваю, что пока мы обработаем, ну, Юля, естественно, обработает это видео, этого дома, скорее всего, уже не будет на рынке. Но я знаю, что этот застройщик, у него еще около 10 проектов, 8-10 проектов, которые сейчас идут как раз-таки строительство. Они будут скоро выходить, естественно, я буду спрашивать разрешение их показывать, потому что реально каждый проект индивидуален. Мне самой интересно смотреть, да, видеть, что за новинки есть. Завершенные, да, новинки. И, ну что ж, до следующих встреч. На этой ноте мы прощаемся с вами. Пока. Пока-пока. Здесь готовят на газу. Вот так выглядит газовый баллон. Это вход в гараж. И выход во двор. И, ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!